Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Голосования проходят в штатном режиме. Избиратели приходят, голосуют, все проходит спокойно. В Люберцах прошло экстерриториальное голосование. Я прыгнул в воду, достал ее со дна, подплыл к берегу, передал своему другу вот так вот руки. О настоящем герое из Томилина смотрите в выпуске. Я надеюсь, что адаптация придется успешно. Дети будут с удовольствием посещать садик и не захотят оттуда уходить. Новый детский сад открыли в ЖК Жулебина парк. В каждом дворце скажу, что такой зал есть. Во дворце спорта появилась мастерская бокса. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберцах прошло экстерриториальное голосование. Переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей выбирали депутатов законодательных органов. Подробности далее. Светлана Ковун переехала в Люберце из Луганской народной республики две недели назад. Сегодня в ее родном регионе проходят выборы. Но несмотря на расстояние, она смогла принять участие в этом важном для нее процессе. Я очень благодарна тому, что я могу вдали от дома проголосовать и чем-то помочь, поспособствовать процветанию Российской Федерации. Такую возможность имели все жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые на данный момент находятся в Люберцах. Для воли изъявления граждан создали все необходимые условия. Экстерриториальные участки оборудовали местами для наблюдателей и выдачи бюллетеней. В помещениях установили ящики и кабины для тайного голосования. Прошло все максимально удобно, очень быстро, приятно, все вежливые. Никаких замечаний нет. Все очень комфортно прошло. Спасибо большое. Голосования проходят в штатном режиме. Избиратели приходят, голосуют, все проходит спокойно. Также в наши избирательные комиссии поступают заявления о голосовании вне помещения. Все заявления обрабатываются. Экстерриториальное голосование проходило в городском округе Люберцы с 1 по 4 сентября. 1 сентября в школах городского округа прошли не только праздничные линейки, но и классные часы, открытые уроки и тематические встречи. Как прошел День знаний в гимназии номер 16, которая носит звание школы-флагмана, расскажут мои коллеги. Герой России Алексей Романов, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. В гостях у флагманской школы сразу несколько почетных гостей. Поздравления с началом учебного года от них принимают ученики 9-х и 10-х классов. Сегодня, когда я провожала своих детей в школу, я подумала, что так быстро пролетело лето, мы даже не заметили, а жаль. Так вот, знаете, у меня пришла такая мысль, что не только лето, а вообще года и жизнь пролетает так же быстро. Мне хочется, чтобы каждый из вас не просто пережидал это время, а чтобы вы его проживали, прежде всего, интересно для каждого из вас. Жить не только интересно для самого себя, но и с пользой для окружающих. Так, как это делают представители Государственного фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества», созданного 1 июня по указу Владимира Путина. Сегодня его филиалы открыты в каждом субъекте Российской Федерации. У нас порядка тысячи наших бойцов из городского округа защищают рубежи, защищают достойность. Мы заботимся и понимаем каждого бойца, мы заботимся о тех семьях, которые находятся здесь. И вот эта цепочка и задачу, которую поставил губернатор, поставил президент, она очень важна. Связь между каждым человеком, который оказывается в непростой ситуации, человеком, который может помочь. В нашей стране военнослужащие жертвенный подвиг совершают и совершают, и будут, наверное, совершать в силу своего характера, отношения к близким, родным людям. Основная часть беседы была посвящена патриотизму, но на встрече подняли и другие темы. Личностный рост, важность правильного выбора профессии, выхода из зоны комфорта. Не бойтесь ошибиться. Я вам приведу пример своего собственного, как говорится, опыта и экспириенса. То есть я сначала получала одно высшее образование, оно техническое. Потому что я до конца, в 11 классе, не знала, кем я хочу быть. Потом, проучившись где-то уже на третьем курсе, я поняла, что я хочу быть журналистом. У учеников и педагогов была возможность задать гостям вопросы. После встречи многие ребята выразили желание стать волонтерами и присоединиться к работе фонда «Защитники Отечества». Луиза и Геозырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Каждый понедельник во всех школах страны проходят торжественные линейки с выносом государственного флага и исполнением гимна. В Томилинской 18-й гимназии 4 сентября она стала особенной. Тему продолжит наш корреспондент. Полноценно вы сегодня идете и начинаете учиться в новом 2023-2024 году. Конечно же, я желаю всем учиться только на пятерке. Такого не бывает, поэтому к этому нужно стремиться. Но стремиться нужно познавать знания, впитывать их. Ребята, рядом с вами учится достойный гражданин нашей страны. И, конечно же, он вырастет абсолютно точно хорошим человеком. Гордей Рыбаков – обычный школьник, который в свои 10 лет стал героем. Отдыхая с друзьями у водоема, он увидел тонущего человека. Взрослых рядом не оказалось. И Гордей бросился на помощь. Мы пришли на пруд, но я, моя подруга и мой друг. Сидели дети на берегу, кричали, что-то кричали, не разборчиво. Я увидел, что там девочка всплывает. Я прыгнул в воду, достал ее со дна, подплыл к берегу, передал своему другу вот так вот руки. Ему друг помог. Она была вся синяя. Он сделал ей искусственное дыхание. Из нее вылилась вода. Это как мне ребенок позвонил и сказал, говорит, мам, я герой. Я говорю, а в чем же твой заключается героизм? Ну и вот он, давай всю историю прямо рассказывать. Хочу, конечно, дальнейшую, чтобы он всегда таким, целеустремленным. Помогал людям, спасал. Гордей Рыбаков учится в четвертом классе, но с будущей профессией уже определился. Мечтает стать пожарным спасателем. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В этом году в Люберцах открывается рекордное количество дошкольных учреждений. В новых микрорайонах городского округа построили пять детских садов. Один из них на улице летчика Ларюшина уже распахнул свои двери перед воспитанниками. Спасибо, говорим! На наш чудесный светлый дом мы вас благодарим! В новом детском саду сегодня первый праздник. Застройщик завершил свою работу и торжественно передал ключ коллективу учреждения. Символично, что объект образования открылся в год педагога и наставника, а также 400-летия Люберец. Такие объекты должны появляться, так как они отвечают всем современным требованиям образования. Они позволяют детям заниматься максимальным количеством кружков, секций, получать знания на другом уровне. И это здорово, потому что дети – это наше будущее, наше поколение. Открытие этого детского сада – долгожданное событие для жителей Жюлебина парк. В новом микрорайоне в основном проживают молодые семьи. Теперь у их малышей появился второй дом. Уже ждем, не дождемся, когда же мы пойдем. Да, Магдан, ты хочешь в детский сад? Да. А что ты там будешь делать? Играть. С кем будешь играть? С детишками. С детишками будет играть. В общем, мы очень рады, что открывается такой детский сад. Во-первых, новый, современный. Детям там будет комфортно, удобно, ну и мамочкам спокойно. Я надеюсь, что адаптация пройдется успешно. Дети будут с удовольствием посещать садик и не захотят оттуда уходить. Из такого детского сада уходить точно не захочется. Современное трехэтажное здание оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей. Просторные группы, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, зона для приготовления пищи, лифты и кабинеты логопедов и психологов. Детки будут посещать разновозрастные, с ясельной группы до подготовительной. Сейчас вот и работаем с населением, с детками, заключаем договора в оформлении в детский сад. Детский сад на улице Летчика Ларюшина – структурное подразделение 41-й гимназии. В дошкольном учреждении 14 групп, которые могут принять 350 малышей. В стационарные отделения Люберецкой областной больницы поступили передвижные рентген-установки. Эти аппараты используют для обследования маломобильных пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно. Возможности нового диагностического оборудования уже оценили врачи. Если пациент не идет к рентген-аппарату, то рентген-аппарат придет к нему сам. Цифровые, маневренные и компактные установки значительно упрощают процесс обследования лежачих больных. Вся процедура исследования проходит прямо в палате и занимает полторы минуты. Кассета соединена с ноутбуком. У них Wi-Fi-приемник. Снимок, который мы только что сделали, он появляется на экране. Не нужно проявлять, не нужно подключать к деке для проявочной машины и так далее. Все сразу на экране. Точно так же этот снимок передается на врачебную базу врача, который сразу может посмотреть исследование. Мобильные рентген-установки используют для обследования органов грудной, клетки и костно-суставной системы. Это незаменимые помощники для диагностики пациентов с тяжелыми травмами, перенесшими инсульт или оперативное вмешательство, а также больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, Владимир Волков посетил Люберецкую компанию «Газстроймонтаж». Глава округа ознакомился с предприятием и пообщался с коллективом. Компания начала деятельность в Люберецком и Раменском районах весной 2004 года. На протяжении двух десятилетий выполняет комплекс работ по газоснабжению. От геодезических изысканий, оформления земли и проектирования до строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Начинали с небольших газопроводов, жилых домов. Дальше хотели строить распределительные газопроводы. Есть объекты у нас и по 25 километров протяженностью. Внедрили метео еще 10 лет назад для газификации тех же самых жилых домов, что в Московской области и в Российской Федерации не было популярным. Ну и требовало дополнительных изменений в регламентах и в нормативах. Газстрой-монтаж первым на территории региона получил все согласования и начал использовать для газоснабжения фасадных и внутренних газопроводов медные трубы и фитинги, применяя технологии пайки и пресс-фитингов для полиэтиленовых труб. Срок службы этого полиэтилена более 40 лет. Сварочный стык отличается высокой надежностью прочность соединений. После того, как произведен сварочный процесс, все это подвергается ультразвуковому контролю, то есть соответствующей гарантии качества. Аппарат позволяет производить сварку в полуавтоматическом, автоматическом режиме, что характерно для сварки газопроводов средних, больших диаметров. В настоящий момент компания разрабатывает проекты перекладок газопроводов в протяженности около 25 километров в городском округе Люберцы. 90% контрактов заключены с Мособлгазом. Мы, конечно, ему очень благодарны, что он нас поддерживает, учит, чему-то толкает. То есть как раз сейчас программа социальной газификации появилась, которую мы постарались максимальными темпами выполнить. Социальная газификация продолжается. Мособлгаз при поддержке правительства развивает новые дополнительные программы. Это техническое перевооружение, перекладки газопроводов. Все это дает возможность нам развиваться. За 20 лет компания проложила более 2,5 километров газопроводов, построила несколько десятков котельных и обслужила свыше 3 тысяч абонентов, находящихся в Подмосковье. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В начале сентября сотрудники МВД отметили 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы. Сегодня это подразделение полиции играет важную роль в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах. По случаю праздника в Люберецком управлении МВД прошло торжественное собрание. В Люберецком управлении МВД Сергей Титов служит 5 лет. Последние три года является командиром взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Сегодня старший сержант полиции вместе с коллегами принимает поздравления и награды от руководства. Поздравляю своих коллег, которые вместе с нами работают на земле, в охране общественного порядка, участвуют в общественной безопасности. Очень рад, что отметили именно тех, которые заслужили эти награды. Повод для поздравлений особенный. Вековой юбилей патрульно-постовой службы. В Люберецкой полиции в этом важном подразделении служат 182 сотрудника, в том числе 5 женщин. Большое спасибо за ту работу, которую вы сейчас делаете. Пожелать вам мирного неба над головой. То есть не в простое время мы сейчас с вами работаем. Я думаю, те ребята, которые сегодня получили награды, запомнят это, потому что этот юбилей прошел в год 400-летия нашего любимого округа, который вы успешно охраняете. 100-летний юбилей – это замечательная дата. Я смотрю, зал такой торжественный, светлые, чистые лица, как говорят, такой ясный взгляд. Поэтому я искренне хотел бы каждому из вас пожелать и здоровья, и удачи, и благополучия. В Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкой есть отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции. Он состоит из роты и трех мобильных взводов. Их основная задача – патрулирование территории, обеспечение общественной безопасности, реагирование на вызовы граждан, предотвращение правонарушений и оказание помощи нуждающимся. Патрульно-постовая служба – это структурное подразделение в системе МВД России, в задачи которого входит охрана общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в общественных местах. О буднях и праздниках сотрудников патрульно-постовой службы расскажем в сюжете. Каждый новый день начинается с развода. На ежедневном инструктаже перед заступлением на службу сотрудники ППС узнают информацию о происшествиях, произошедших за сутки, а также получают ориентировки на разыскиваемых лиц, как без вести пропавших, так и находящихся в розыске за совершение противоправных деяний. Смена никогда не останавливается. То есть, все время это проходит в круглосуточном режиме. Поэтому все праздники – это наша работа. Служба, на самом деле, вообще в полиции, она очень интересная. И когда ты делаешь что-то доброе, это не обязательно ты поймал преступника, а вообще ты помог человеку. Это становится лично мне внутренне очень приятно, что ты сделал, что ты помог, что ты обезопасил кого-то от наркотиков, от тех же самых. Равняйся. Смирно приказываю заступить на охрану общественного порядка, на маршрутах патрулирования особое внимание, соблюдать вежливое обращение с гражданами. Направо! По широким улицам и глухим закоулкам 24 часа в сутки колесят машины патрульно-постовой службы. Сотрудники подразделения – это самые народные полицейские. Ведь именно они обычно приезжают первыми, когда что-то с кем-то случается. Однако рабочий день сотрудников ППС проходит спокойно не всегда. Наряд, который обработал по Ухтомскому отделу полиции, передал нам информацию о том, что мужчина прогуливался по улице Митрофаново, и к нему сзади подошли двое граждан, ударили в лицо и распылили баллончик. При этом отняв мобильный телефон, айфон 13 про и золотую цепочку. При обходе магазинов, скупок в центре города, буквально уже на четвертый магазин, мы выявили данные граждан. Потерпевший был рад, что смогли помочь. Сотрудники патрульно-постовой службы находятся на страже правопорядка и безопасности в любое время дня и ночи. Сегодня обошлось без происшествий. Результатов противоправных деяний среди граждан выявлено не было, общественный порядок никто не нарушал. Основная задача у нас это в первую очередь профилактическая работа, потому что в составлении административного протокола, образно говоря, административный штраф, наказание гражданина, это уже крайняя мера. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. В межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое около 200 человек. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С приходом осени и школьной поры инспекторы ГИБДД напоминают о безопасности передвижения. В Люберецкой школе номер 11 ученикам провели пешеходную экскурсию и проверили знания правил дорожного движения. Подробности расскажет наш корреспондент. Сегодня у нас будет проводиться такая необычная акция. Называется пешеходная экскурсия. В школе номер 11 городского округа Люберцы прошла пешеходная экскурсия, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Дети будут переходить дорогу по пешеходному переходу. Мы будем с ними изучать дорожные знаки, а также будем тренироваться идти из дома в школу. Безопасный маршрут – дом, школа, дом. Школьникам показали знаки, на которые нужно обращать внимание, напомнили, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу и как убедиться в том, что водители пропускают пешеходов на нерегулируемом переходе. Мы с вами подошли к необычному пешеходному переходу. Вы заметили, что здесь чего-то не хватает? Светофора. Вот там возле школы у вас был светофор, а здесь нет. На этом пешеходном переходе нужно быть особенно осторожными, внимательными и бдительными. Подойдя к пешеходному переходу, не забываем смотреть по сторонам. По возвращению с экскурсии школьникам раздали памятки с правилами дорожного движения и подарили светоотражающие значки. Мы соблюдаем правила дорожного движения! Ура! Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Также инспекторы ГИБДД провели очередной профилактический урок для школьников. Но на этот раз местом проведения занятий стал автогородок, открытый в мае этого года в Центральном парке Люберец. Какие правила дорожного движения выучили дети, расскажем в следующем сюжете. Когда железнодорожный переезд, видишь, как раз на горит, ехать нельзя. Ты двигаешься только когда у нас горит белое. Все, начинает движение. В этом автогородке все, как на настоящей городской улице. Пешеходные переходы, проезжая часть, светофоры, дорожные знаки и даже остановочные павильоны и заправочные станции. Здравствуйте, какой вам бензин? 92-й. 92-й. Но в отличие от реальной городской среды, здесь есть право на ошибку, ведь на промахах, как известно, учатся. Как правильно вести себя на дороге, детям наглядно показывает инспектор ГИБДД. Благодаря новым светофорам в этом автогородке, значит, школьники могут научиться правильно кататься на велосипедах, также правильно переходить по зебре, по пешеходным переходам, если ты находишься на велосипеде, либо на самокате, то есть держа рядом с собой это транспортное средство. Мы проводим это занятие с целью адаптации участников дорожного движения после школьных продолжительных каникул. Нас учили правилам дорожного движения. Даже некоторым, даже то, что они нарушили правила кое-какие, троим, дали штраф. Красный цвет – стой, желтый – внимание, вперед, иди. Ну, как я сказала, надо смотреть по сторонам после зеленого. Подобные профилактические уроки в автогородке сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно. График составлен до конца учебного года. Кроме того, обучающий комплекс открыт для всех посетителей Центрального парка. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Около месяца назад в поселке Томилино прошел День соседа. Там молодые ребята обратились с просьбой восстановить скейт-площадку на улице Пионерской. Как прошли восстановительные работы, узнала наша съемочная группа. Эта площадка в поселке Томилино всегда пользовалась спросом у молодежи. Скейт-парк был построен давно и за время использования пришел в негодность. Просьбы молодого поколения о восстановлении площадки были услышаны. Спасибо большое администрации за то, что поменяли асфальт и сделали новую листую. Соглашусь, мы поменяли асфальт. Это очень хорошо, то, что теперь никто не будет падать на трещинах. Так что все хорошо. Заменили асфальтобетонное покрытие, сделали новое освещение, обновили спортивные элементы. А также обустроили новые тротуары взамен деревянных и установили лавочки. Ребята оценили эту площадку, она стала еще более популярной. Также огромный запрос наших молодых спортсменов на то, чтобы такие площадки появлялись по всему городу. Абсолютно точно, что на следующий год мы будем также строить еще дополнительные скейт-площадки в тех местах, которые выберут сами ребята-молодежь. От ребят прозвучало предложение в дальнейшем устраивать соревнования на скейт-площадке. При будущих постройках планируют учитывать все пожелания и просьбы молодых спортсменов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В день города было весело и шумно не только на основной площадке. Атмосфера праздника царила в каждом поселке городского округа. Весь день жители развлекали творческие коллективы и артисты. Как все прошло в Краскове, покажем в следующем сюжете. Набережная большого красковского карьера. Несмотря на поздний вечер, расходиться никто не собирается. Со сцены звучат популярные хиты в исполнении группы «Мохито». А между выступлениями артистов, жителей поселка поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Краскова, как часть городского округа, всегда вносила очень серьезный вклад. Красковчане всегда были энтузиастами, всегда работали крупные предприятия, трудовые коллективы. И мы всегда будем об этом помнить. Но жизнь идет вперед, мы развиваемся. И в этом месте на следующий год справа от нас тот парк, о котором мы давно все ждали и мечтали, парк Победы будет реализован. День города объединил жителей всего поселка Краскова. На одной площадке весело проводили время люди разных возрастов. Отпраздновать юбилей красковчане пришли целыми семьями. Мы поздравляем Люберцы с юбилеем и желаем ему дальнейшего процветания. Дорогие наши Люберцы, поздравляем с праздником процветания, развития новых парков, дорог. Мы очень любим, поздравляем с Днем города. И очень ждем парк Краскова наш обещанный. А затем внимание людей было приковано к небу. По традиции, ярким завершением Дня города стал красочный салют. Люберецкий экстремал Сергей Агаджанян в честь 400-летия Люберец установил новый рекорд России. Спортивное шоу прошло в парке «Наташинские пруды». Пока на главной сцене «Наташинского парка» концерт Люберецкий силач разминается перед постановкой очередного рекорда. К этому событию Сергей Агаджанян готовился 9 месяцев. Важно, в первую очередь, психологически быть готовым. Несмотря на большой опыт, конечно, волнение есть. Не так часто ставлю рекорды в родных Люберцах. Но, в первую очередь, надо готовиться перед рекордом. Уже во время рекорда поздно. Тут главное настроиться и, конечно, разогреться. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян уже готовится выйти на сцену, чтобы установить очередной рекорд России. За спортивным событием наблюдают все Люберцы. Рекорд установлен. За 400 секунд экстремал надул до разрыва 10 медицинских грелок и скрутил в трубочку 13 сковородок. Ожидания оправдались. Могу сказать, рекорд был очень тяжелым. На тренировках, как обычно, бывает во всех силах фейдах спорта. Результат был значительно выше. Но могу сказать, что сами погодные факторы, к сожалению большому, у меня любит дождь. Объясню вам, почему. Грелки в такую погоду дуются невероятно долго. Вы, наверное, сами видели. Руки коченеют. И, конечно, после этого этими руками еще скручивать сковородки очень тяжело. Это 12-й официальный рекорд Сергея Гаджаняна. Уже на этой неделе русский «Халк» планирует установить еще один в Кисловодске. Спортсмен отбуксирует автомобиль на возвышенность. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Также в день города в парке Наташинские пруды состоялся турнир по боксу. Лучшие спортсмены из разных регионов приехали в Люберцы, чтобы сразиться за звание чемпиона. За боксерскими поединками наблюдали и мы. Артем Милкумян приехал из Ставрополья. Боксом увлекся два года назад, но на его счету уже десятки победных боев. Спортсмен научился хорошо держать удар и на Люберецком ринге в своей весовой категории стал чемпионом. Очень скользко. Больше одних ударов не мог бить, потому что подсказывался. Каждый божий день тренируемся. У меня был план. Мы его выполнили. Я не ожидал, что столько людей будет на самом деле. Прям мне понравилось. Ни пасмурная погода, ни моросящий дождь, начавшийся перед стартом поединков, не испугали ни спортсменов, ни зрителей. Турнир собрал несколько сотен болельщиков. Если боксерские мероприятия в Люберцах и я не на гастролях, то я всегда на этом мероприятии. Я сам все-таки победитель проекта «Король ринга». Боксер – это мой любимый вид спорта. С детства занимаюсь боксом. До сих пор боксирую в «Спартаке». И в «Орбите» мы там собираемся, тренируемся. Бокс – это часть моей жизни. И я очень рад. Второй год уже этот турнир здесь, в Наташинском парке, собирает много зрителей. Главным событием вечера стал поединок титулованных боксеров. Москвича Ильи Рана и люберчанина Владислава Комарова, на счету которого более ста победных раундов. Без этого никак, без боевого настроя. Бокс объединяет, как говорится, бог за сильную Россию. И вот постарались, вот такое мероприятие сделали, день в Люберец. В финальном бою за чемпионский пояс Владислав Комаров одержал победу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ну а основной локацией празднования дня рождения Люберец стала площадь у здания администрации. Вечером здесь выступили известные эстрадные артисты и кавер-группы. В атмосферу веселья окунулась и наша съемочная группа. Главная площадка празднования 400-летия Люберец собрала более трех тысяч человек. Со сцены звучали популярные хиты в исполнении российских артистов и музыкальных групп. Очень классный праздник! Гаязов, Браз, лучшие! Подарок к юбилею Люберец – выступление вокальных коллективов «Филатов энд Кэрос» и «Гаязов Бразерс». Братья Гаязовы поздравили не только своими песнями, которые люберчане и гости городского округа подпевали хором, но и лично обратились к каждому жителю. Уважаемые люберчане, от чистого сердца 400-летиям вас. Мы группа «Братья Гаязовы». Мы желаем вам дальнейшего процветания. Мы сегодня посмотрели, как много горят ваши телефоны. Мы сказали, что это не телефоны, а свечки для торта. Как будто бы мы все большие в тортик, а вы зажигаете свечки. Это было круто и давно у нас такого не было. Очень громко встретили нас как родных. Спасибо вам за это большое. Огромное спасибо, что вы все здесь, что пришли и этот праздник разделили. Очень приятно было встретить улыбки, позитивные эмоции. Я желаю всем добра, мира, благополучия, развития семьям, чтобы молодежь достигала тех высот, которые сами на себя поставят и определят. И, конечно же, мы теперь и в последующем тоже такие праздники будем продолжать делать, потому что люберцы – это лучший город. Завершением празднования Дня города стал фейерверк, который разукрасил небо сотнями разноцветных огней. В округе появилось еще одно место, где будут растить будущих чемпионов. Во дворце «Спорта Триумф» открылся новый боксерский зал, предназначенный для проведения тренировок начинающих и профессиональных спортсменов. С первыми посетителями мастерской бокса познакомились мои коллеги. Первая тренировка в новом зале. Воспитанники мастерской бокса в спешке надевают экипировку. Евгений Остроменский делает первые шаги в этом виде спорта. Ранее юноша занимался айкидо. Хотел заниматься боксом, чтобы защищать себя. Если кто-то нападет на улицу, я мог отдать отпор. Вот там мои два друга, которые тоже недавно пришли на бокс. С открытием нового зала юноши и их тренера поздравил глава, люберец Владимир Волков. Символично, что мастерская бокса появилась накануне юбилея города, с которым связаны имена многих знаменитых спортсменов. В каждом буре я скажу, что такой зал есть. Поэтому всем нам заниматься спортом, набираться здоровья. И, конечно же, пусть этот зал видит много спортсменов, может быть, даже и таких титулованных в последующем. Боксерский зал рассчитан на 20 человек. Здесь есть всё необходимое для занятий – ринг, тренажёры, зеркала для технико-тактической и специальной подготовки. Я хотел пройтись по школам, набрать детей от 10 лет и старше. Ну, и начать их готовить. Просто опыт огромный. Решил не зарывать его. Хотел уйти от бокса, но меня здесь догнал, люберец. Группы такие, которые будут приходить, тоже будут с ними работать. Но для себя в приоритете набрать группу. В течение полугода-года я уже дам результат. В городском округе Люберцы более тысячи человек занимаются боксом. Открытие этой мастерской позволит спортсменам совершенствовать свои навыки и достигать высоких результатов. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова